Самые знаменитые балансирующие скалы мира. А в этом обзоре речь пойдет о геологических формациях, которые, казалось бы, опровергают законы гравитации. Во всех уголках земного шара балансирующие камни являются достопримечательностями, привлекающими туристов. И выглядят удивительно. Огромные каменные глыбы лежат на склонах, имея минимальную точку опоры, или стоят на крошечной ноге. Или подвешены между другими скалами и не падают. Хоть и находятся в состоянии неустойчивого равновесия, которое в любую секунду может обрушиться. Вот такая загадка природы. Балансирующая скала Вьюти. Эта скала является одной из главных достопримечательностей Национального парка Арок Вьюти. Полная высота скалы составляет 39 метров. При этом высота балансирующей части равна 16,5 метрам. До недавнего времени у скалы был компаньон. Подобная, но намного меньшая по размеру глыба, которая обрушилась зимой 1975 года. Балансирующая скала Лонг-Айленда в Дигби-Каунте, Новая Шотландия, Канада. Это весьма любопытное образование бухты Святой Марии даже получило собственное имя – танцующая колонна. Этот, похожий на колонну, кусок базальта высотой около 7 метров опирается на поверхность только половиной площади основания. Сотни лет эта скала успешно сопротивляется ветру, дождям и ураганам. Базальтовая колонна – Тотемпоул, Кейпхей, Тасмания, Австралия. Таким именем скала обязана своему внешнему виду, напоминающему Тотем. Высота Тотемпоула – 65 метров, а диаметр всего 4 метра. Несмотря на внешнюю ненадежность, колонна стоит уже больше века, привлекая скалолазов со всего мира. Огромный балансирующий валун в национальном парке Геррауин, Австралия. Мексиканская шляпа или Сомбреро – национальный парк Арак, неподалеку от города Блав, Юта, США. Скальное образование под названием Мексиканская шляпа, которое издали поразительно похоже на огромное сомбреро, небрежно брошенное рассеянным великаном. Балансирующий камень под названием Пароход в общественном парке Сад Богов, Колорадо, США. Парк балансирующей скалы Айдаха, США. Время и ветер сточили основание скалы до полутора метров в диаметре. При этом оно удерживает 15-метровый камень весом в 40 тонн. Группа балансирующих камней – национальный парк Гленн Каньон, Аризона, США. Балансирующая скала в конце тропы Грейтвайн Хилл Стрейл, национальный парк Биг Бенд, Техас, США. Балансирующие камни возле разлома Сан-Андреас в горах Сан-Бернардина, штат Южная Калифорния, США. Балансирующая скала в Балье-де-Лас-Рокос, Альтиплана, Боливия. Балансирующие скалы Черембо в 13 километрах от столицы Хараре, Зимбабве. Известны они тем, что изображены на валюте страны. Балансирующие камни мать и дитя в национальном парке Матобо-Хиллс, Зимбабве. Балансирующие камни национального парка Брандберг, Эронго, Намибия. Причудливый балансир в национальном парке Голден Гейт Хайландс, провинция Фристейт, ЮАР. Горный хребет Моголисберг, Притория, ЮАР. Группа балансирующих камней в национальном парке Черекауа, Аризона, США. Эти камни состоят из достаточно мягкой породы, туфа, поэтому крошатся и осыпаются так причудливо. Камень Шар, национальный парк Акадия, остров Маунт-Дезерт, Мэн, США. Национальный парк Гуадолупы Маунтинс, Техас, США. Камень Балансир Мальдонада, Уругвай. Пик Грудка Голубя, Араэл Дусана, Бразилия. Снизу, с определенного ракурса, его форма напоминает фигуру голубя, сидящего на камне. Скала Летающая Черепаха, на горе Рорайма, Бразилия. Балансирующий камень Масла Кришны, Индия. Диаметр камня около 5 метров и вес приблизительно 250 тонн, и находится он на гладком наклонном склоне. Тем не менее, устойчивость этого камня не вызывает никакого сомнения у местных жителей, и они часто спасаются от палящего солнца под его тенью. Индусы называют этот камень «масляный шар Кришны». Согласно легенде, это не что иное, как кусок сливочного масла, который создал бог Кришна и оставил на склоне холма. Первым человеком, пытавшимся сдвинуть камень, был король Палавы Нарасим Хаварман, правивший в Южной Индии в 630-668 году н.э. Но у него ничего не получилось. Вторая попытка принадлежит Артуру Лоли, губернатору Мадраса в начале 20 века. Обеспокоенный за безопасность города, Лоли пытался передвинуть масляный шар Кришны с помощью семи слонов. Но и эта попытка не увенчалась успехом. Балансирующий камни штата Джабалпур, Индия. Золотой камень в Мьянме находится на возвышении 1100 метров над уровнем моря, на вершине холма Келаса. Пагода Чайтио, также известная как Золотой камень. Небольшая пагода в 7,5 метров, построенная на гранитном булыжнике, покрытым сусальным золотом. Это третье самое важное место для буддистов в Бирме. Говорят, одного взгляда на Золотой камень достаточно, чтобы человек обратился в буддизм. По легенде, Золотой камень завис на волоске Будды. Камень как будто насмехается над гравитацией, навислав над краем холма. Кстати, приближаться к Золотому камню женщинам запрещено. Связано это с легендой, которая гласит, что именно женщина сможет сбросить камень в пропасть. Бессмертный мост горы Тай, Китай. Бессмертный мост, именно такое имя дали этому творению природы. Находится на горе Тай в провинции Шандан, Китай. Мост состоит из пяти волунов, которые упираются в отвесные скалы по бокам. И вся эта конструкция висит над бездной. Гора Фаньцзэньшань в провинции Гуйчжоу, Китай. Камень Балансир Фуджоу, Китай. Скала Парус и другие волуны на Симиланских островах Таиланд. Балансир в горах Гарби. Квинстаун, регион Атага, Новозеландские или Южные Альпы. Мрамор Дьявола или Дьявольские волуны Карлу Карлу. Австралия. Одни из самых известных австралийских скал, они находятся к югу от Тенант Крик. Эти огромные, очень красивые волуны здесь можно видеть повсюду. Некоторые из них расположены весьма причудливым образом, балансируя друг на друге. Балансир в пустыне Сахара, район Тенере. Балансирующий камни в западной части хребта Ергати, западный Саян, Красноярский край, Россия. Огромный камень в 600 тонн висит над краем пропасти. Казалось бы, он давно должен был под своим весом рухнуть вниз. Но каким-то неведомым образом держится в таком положении. На его положение не влияют ни эрозионные процессы, ни землетрясения, которые в этом регионе не редкость. Балансирующий камень в заповеднике Красноярские столбы, Россия. Гора Иремель-Башкирия, Россия. Скалы Бримем, балансирующие каменные образования в Национальном парке Нидердейл, Северный Йоркшир, Англия. Здесь можно увидеть множество любопытных горных формирований, рассеянных по площади в 50 акров. Самая знаменитая скала Идол, она уравновешена на малюсеньком камне. Эль Торкальде Антикера, Вандалусия, Испания. Поразительная пирамида из камней, очень древняя и очень устойчивая. Скала Понтереас, Галисия, Испания. Балансирующие камни области Сидобре, Франция. Распятая скала, пожалуй, самая известная из многих огромных радированных и гранитных валунов и скал, которые есть в Лангедоке. Остров Корсика, Франция. Чертова скала Близзволена, Словакия. Валун Кьеракболтен в Лисефьорд, Норвегия. Создается впечатление, что булыжник просто висит в воздухе, застряв между двумя скалами. В переводе название этого камня означает «застрявшее зернышко». Этот массивный валун объемом в 5 кубометров втиснут в проселину на самом краю горы Юрак. Под камнем нет ничего, только пропасть в 984 метра. И висит он так уже много сотен лет. Валун удивительно устойчив, на нем даже можно стоять. Опасным его делает тот факт, что практически каждый турист Норвегии норовит пощекотать себе нервы, забравшись на эту каменную глыбу объемом около 5 кубических метров. Небольшой порыв ветра способен сбросить такого отважного человека в пропасть. Голова Бабы Яги, Баянаул, Казахстан. Голова Бабы Ягоди ĐВ错 Голова Бабы Ягоди- нул. Рисmates второго францем у него видео застрявшегося на канал и выбираюエ,